Если бы у меня здоровья не было, то труп был бы миллион раз уже. Конечно. Дальше. Ну, здесь спрашивают о движении эволюционного вверх. И против выдержка. Дело в том, что действительно разные действия к действию грозны. То есть, если мы сложим 2х2 и будет 4, это правильно, скажем так. Но если мы будем продолжать делать то же самое миллион раз, то мы никуда не продвинемся вперед, хотя это действие самое что неисправленное. Вопрос. Так что же получается? Так нужно, если уже сложили 2х2, то следующий, можно сказать, 2х3, 2х4 и так далее. Понимаете? То есть, опять-таки, нам навязано совершенно неправильное представление. То есть, что развитие, опять-таки, слово развитие, ра, виток, виток ра, между прочим. Видите это слово? Ра, развитие. Движение по спирали вверх, к свету. Так что, если говорить о развитии, то для развития нужно, чтобы каждый раз человек, который движется вперед, делал качественное движение вперед. Не это личное движение, а качественное. То есть, он переосмысливал ситуацию, изменял свое восприятие окружающего мира и уже с измененным восприятием сделал следующий шаг. Правда, при этом может ошибиться и так далее, может шаг вперед, шаг назад, но главное, чтобы тенденция сохранялась в движении вперед. Потому что, действительно, если кому интересно, в своей книге «Случный разум» я расписываю ступеньку по ступеньку, как каждое действие отражается на нас с вами, на уровне генетики, на уровне сущности, на уровне наших эмоций и что при этом происходит. Поэтому, если интересно почитать, и будет понятно, что то, что мы делаем, но большинство действий, которые нам сейчас навязывают, они, даже хорошие действия, они только горизонтальные. Они не позволяют двигаться вертикально. Для того, чтобы двигаться вертикально, необходимо изменить себя, то есть качество изменить себя. Без этого движение вперед невозможно. А можно, опять-таки, это сделать через действие, то есть действие направлено не на само себя. Понимаете, вот как в восточной философии, типа, вот мы совершенствуем себя, мы должны совершенствовать себя, там, йоги и тому подобное, что мы должны быть готовы и так далее. К тому же, сколько они не готовились, они почему-то не подготовились почему-то. Миллиарды людей через это время прошли, уже на тысячи лет, и, в принципе, единицы из них чего-то достигли. А то, что недосилие является элементарным вещами, в принципе. Так, вопросы заключаются. Если это так хорошо, почему они не развиваются? А дело в том, что суть того, что в восточной философской учении направлена на самого себя, то есть ты работаешь самим собой, типа, да, нужно работать самим собой, но для того, чтобы совершать себя так, это правильно, но движение вперед возможно, когда человек действует вне себя, то есть он совершает действия не направленные на себя, а на других, то есть через действия такого человек может не менять саму себя. А в восточных учениях этого почти отсутствует. Поэтому получается ситуация, когда мы с вами получаем, о, это прекрасное учение, которое ведутся летом, я всегда говорю вот так, хорошо, подумайте, сколько лет или тысяч лет этого учения существует, и сколько людей прошли через эти системы, и сколько из них двинулись вперед, только единицы, среди которых астральное путешествие, то есть выход физического тела сознательно является высшим достижением, считается. А это детский сад и ясный, в принципе. Так вопрос, сто лет за сто лет, за шире руднингал, слышите такое имя, да? Суть его, жди, будь готов, когда озарение посетит тебя. И ты скажешь, алло, озарение, ты кей, я тут, а? Я жду тебя. Ну и что, кто-то придет? Кто-то не придет, ничь, кто-то не придет. Потому что есть хорошая поговорка, если Магомед не идет к горе, гора родит Магомед, вот так. Так вот, здесь такой же вариант. Гора не придет к Магомеду, потому что Магомед сам должен притопать. Так вот здесь, движение может только тогда, когда человек сам движется вперед, а не ждет. Что вот я подготовился, я хороший, покладите себе по головке, я все делаю хорошо, теперь я готов, можно мне двигаться вперед. Я готов, давай мне озаряй, давай мне посещай. И ж сидят, ждут, 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 и ничего не происходит. Тысячи лет прошло, и никакого озарения не прошло. Значит, вывод — это ложный путь.